друзья мои всем привет вот уже скажем так данным давно зима и очень много наших клиентов наших покупателей делают на сайте zoocool.ua заказы на компрессоры для пруда данные компрессоры используются как и в прудовой тематике для того чтобы вода не замерзала образовывая лунку также самые эти компрессоры используют для аквариумных хозяйств для ферм по выращиванию и содержанию креветки или раков но больше конечно опор идет для водоемов потому что это очень удобно когда у вас в каком-то водоеме выходит стол пузырьков с помощью распылителя и не замерзает сверху вода образовывая лунку благодаря этому вашего прудовая рыба не задыхается и вы не несете материальные затраты но большинство клиентов делает ошибку одна из конечно ошибок это следующие клиенты говорят у меня водоем на 300 или 500 гектар я вот хочу взять компрессор там примеру асу 01 за там 500 600 гривен плюс там парочку распылители по 50 гривен и типа мне этого должно хватить естественно нет если вы хотите уже профессионально подходить к этому вопросу то речь будет идти у нас о профессиональных компрессорах который в народе называются улитки эти компрессоры будут стоить от 1000 долларов и выше когда вы берете что-то более простое не нужно задавать глупый вопрос а посоветуйте хватит ли мне его естественно не хватит но вернемся к более реальным прудам у многих из вас пруд декоративный вы хотите обеспечить подачу воздуха если у вас водоем ним небольшого объема там 235 кубов то конечно вы можете брать компрессора серии осо до 002 003 и использовать на небольшие полупрофессиональные распылители вам этого хватит глубина погружения распылители может быть полтора два метра и он без проблем справляется если у вас играет роль у вас небольшой пруд и вы хотите поставить ему чтобы компрессор не гудел потому что серия осо все-таки шумновато работают то для бесшумной работы у сансана есть модель d y особенно d y 50 я его использую даже для профессиональных уже распылителей диаметром там 30 сантиметров или для распылителей трубчатого типа он даже у меня распылители по 70 сантиметров без проблем классно прокачивает имеет мембранную систему работы за счет этого тихий тихий и довольно производительные но не слабая серия компрессоров осо 002 003 низ компрессоры d y на пруд 20 30 50 100 кубов и выше естественно я не могу порекомендовать потому что он еле-еле будет качать душа в теле и это будет с моей стороны непрофессиональный подход тут же вы думаете хорошо вот есть компрессоры улитки в частности очень часто люди на большой объем покупают улитку 120 c там или стыд там 370 модель в чем в чем плюс и минус компрессоров улитка улитки во-первых вы должны смотреть по потреблению электроэнергии модель соответствует количеству потребления дальше компрессора улитки это классный надежный продукт они дают большой объем воздуха но если например модель 120 нельзя поставить на на огромнейший пруд потому что он воздуха не даст вам столько сколько нужно но вы эту ошибку допускаете все равно все равно на сайте заказывайте в чем проблема установки компрессоров улиток все компрессоры улитки до 10000 гривен это упрощаю ваш выбор при покупке все компрессоры улитки дают огромнейший объем воздуха но без погружения сильного в воду то есть если вы поставите к этому компрессору распылитель профессионального типа и хотите поставить он опустить его на глубину 2-3 метра все компрессоры недорогой серии до 10 тысяч они просто не предназначены для большого погружения данные компрессоры дадут вам большой объем воздуха на небольшой глубине 50 сантиметров до метра ну максимум метра полтора потому если вы хотите поставить для создания лунки чтобы вода у вас не замерзала как обрессор улитку то вам нужно даже если у вас пруд там 20 кубов вы должны всегда брать намного мощнее версию эти версии начинают с модели полтора полторы тысячи с и они предназначены до для больших водоемов и могут же будут работать на нормальной глубине 2-3 метра всей серии до 15000 они на глубине полтора два метра просто сдуваются но если вы поставите довольно таки не высокопроизводительный компрессор но он будет давить примеру воздух на длину 50 метров 100 метров ему по горизонтали все равно как дуть а вот глубину он боится потому если вы хотели бы недорогой компрессор возвращаемся к стандартной заезженной серии серия осо у них есть две версии мощные серия 818 серия осо 016 данные компрессоры обладают вниз они не самые тихие они обладают довольно таки хорошей производительностью среднем потреблением электроэнергии корпус охлаждается за счет своей ребристой формы и данный компрессор можно поставить на водоем довольно таки большого объема подключить к нему два-три вот таких распылителя или дисковых или трубчатых и глубину два два с половиной метра данные компрессоры действительно продают и того если вы хотите потратить мало денег и у вас пруд большой улитки до 10-15 тысяч даже не рассматривайте потому что вы обязательно поставите распылитель на самое дно и ваш компрессор работать нормально не будет он просто не сможет выдавить потому вы должны жертвовать уровнем шума но зачастую водоем когда там у вас на улице вам этот уровень шума ни на что не влияет потому вы должны уже брать компрессор осо осо не настолько мощный но он дает он прокачивает по давлению хорошо и того подведем итог если вам нужен компрессор для образования лунки у вас водоем небольшой рассматриваем серию осо рассматриваем серию до y если у вас уже водоем большого объема от 20-30 кубов и выше вы хотите большой объем воздуха рассматривайте компрессора улитки от 15000 гривен если вы хотите поставить на большой водоем что-то недорогое и производительное которое даст вам возможность прокачать глубину тогда вы рассматриваете серию осо 818 или осон 016 это вот то что я хотел объяснить показать если вы будете ставить эти компрессоры небольшого и мощности с такими распылителями то в аквариумистике ну в аквариумном хозяйстве тоже прекрасно работает спасибо за внимание такой легкий ликбез то что я хотел так обширная информация чем поделиться поделился спасибо ссылочки на компрессоры я оставлю внизу в описании если у вас есть какие-то пожелания в комментарии пишите делитесь опытом потому что нам суммарно всем это помогает я чем-то поделился вы что-то подскажете и будем суммарно дружить спасибо за внимание подписывайтесь на канал до скорых встреч